Телекоммуникационная компания Ростелеком организовала для представителей средств массовой информации Уральского федерального округа пресс-тур, в рамках которого журналисты посетили музей военной техники в Верхней Пышме. Музей «Боевая слава Урала» отметил свой 10-летний юбилей. Сейчас в музее насчитывается более 300 единиц боевой техники. А начинался он в далеком 2005 году с двух пушек, принимавших активное участие в освобождении Советской Белоруссии от фашизма, которые были найдены участниками поисковых отрядов. На момент торжественного открытия, которое состоялось 9 мая 2006 года, в музее было уже 10 экземпляров военной техники, одним из которых стала легендарная «Катюша», участвовавшая в Параде Победы 9 мая 1945 года. Коллекция музея постоянно пополняется. Что-то передается из частных коллекций, что-то найдено на местах боевых действий поисковиками. Вся экспозиция систематизирована по нескольким разделам. Артиллерия и броневая техника, техника военно-воздушных сил и морские артиллерийские системы и комплексы. Если говорить о технике более-менее крупной, то это несколько сотен, свыше 300 единиц военной техники. Если мы будем брать общее количество экспонатов со всеми пуговками, со всеми медальками, со всеми фуражечками, то счет уже пойдет на тысячу. Нужно отметить, что перед каждым экспонатом имеется табличка с описанием, краткой историей и техническими характеристиками. Многие экспонаты участвовали в боевых действиях, поэтому на них видны отметины войны. Перед зданием музея расположились катера, подводные лодки и рубки подводных кораблей, которые стояли на защите водных рубежей, а также советская и зарубежная военная техника. Поражает мощь представленных на выставке самолетов. Истребители, перехватчики, бомбардировщики – все они еще не так давно были в военном строю, на боевом посту, охраняя российское небо. Музей военной техники – это, пожалуй, один из немногих музеев, где разрешается потрогать экспонаты и даже полазать по ним. Этим, конечно же, воспользовались коллеги-журналисты и с удовольствием поднялись на трап военного крейсера. Еще об одном замечательном экспонате невозможно упомянуть, рассказывая о музее военной техники. Это танк Т-34, тот самый, про который снят знаменитый фильм «Четыре танкиста и собака». За зданием еще две площадки. На одной – современная военная техника. Вертолеты, которые участвовали в афганских и чеченских событиях, а также ракеты и ракетные комплексы противовоздушной обороны, которые и сейчас стоят на страже воздушного пространства нашей страны. А на другой площадке расположилась железнодорожная техника времен Великой Отечественной войны. В том числе и один из бронепоездов, который стоял на вооружении у советской армии. Хотелось бы отметить, что вся техника содержится в хорошем техническом состоянии. Большинство из выставленных экспонатов, хоть и не сохранили боевую готовность по требованиям музея, боевая составляющая на всех машинах отсутствует. Тем не менее, ежегодно, в день празднования победы советского народа над фашизмом, эта техника участвует в параде победы в Екатеринбурге и в Верхней Пышме. Большая часть техники, которая передается в музей, она проходит специальную обработку. То есть по условиям музейного хранения оружие не может быть боеспособным. То есть он заваривается в ствол, вырезаются куски, запаивается все насмерть. То есть произвести выстрел, используя боевое оружие, почти все это нереально. В здании музея можно увидеть выставку ретроавтомобилей советского и зарубежного производства и автомобилей представительского класса. А также здесь представлены коллекции бронемобилей и машины и мотоциклы военного времени. На втором этаже представлены коллекции мотоциклов и автомобилей, в основном послевоенного времени. Третий этаж посвящен истории обмундирования русской и советской армии, флота и авиации. Широко представлена история орденов и медалей со времен Российской империи до наших дней. Кроме того, в этой экспозиции можно увидеть холодное и огнестрельное оружие разных эпох. Нужно отметить, что в экспозициях третьего этажа любят гулять люди, влюбленные в эпоху истинного офицерства и рыцарства. Люблю рассказывать о войне 12-го года, потому что это была красивая война. Не было никакого ожесточения, не было никакого свинства до определенных моментов. Все стороны друг друга уважали. Примеры книжного рыцарства – самое лучшее – это 12-го года. Музей оснащен современной техникой. На каждом этаже установлены интерактивные панели с подробной информацией о каждом экспонате. Казалось бы, на данный момент в музее есть все экспонаты, которые так или иначе представляют разные годы и разные события, связанные с историей и военной техникой в истории нашей страны. Тем не менее, сотрудники музея не перестают мечтать о новых экземплярах в коллекции музея военной техники. Мне бы хотелось иметь единорога. Это была царская пушка, вот еще как раз начало 19-го века, которая считалась в определенном смысле секретной. Из-за особого устройства ствола она не имелась аналогов в мире в плане дальности, в плане точности, в плане мощности. Это было бы очень круто. Хотя бы отлить новый медный, бронзовый, это само по себе было бы очень здорово. Кроме постоянного обновления выставки, сотрудники и организаторы музея большое внимание уделяют патриотическому воспитанию подрастающего поколения. При музейном комплексе работают детские кружки, краеведение, суда, авиамоделизма, в которых дети своими руками создают модели техники. А также проводятся экскурсии и военные исторические игры, как для школьников, так и для студентов, и даже для взрослых посетителей музея. Субтитры создавал DimaTorzok